давайте поздороваемся сейчас я включу все сообщения напоминаю что на канале нет ни в какой форме 3 религии обсуждения или политики и история все мы учились школе все мы учились в институтах в академиях меня их две как какая коллекция у меня есть знакомые у которых еще и докторские и в общем у всех свои развлекушки поэтому большинству из нас у кого есть образование сложно обсуждать данные вопросы но мы любим обсуждать напоминаю железки кто сюда первый раз пришел и сонька одна из тех железок которая наверное наш седьмой год моего блогинга из разряда могу хочу купил вот больше никакой логики в моей покупке нет потому что хотите ее нет смысла полгода прошло с момента старта продаж мне было интересно что они там поменяли я купил ее в два раза дешевле чем на старте продаж она была в рублевом эквиваленте процессор на котором она сделана я считаю удачным то есть это у нас snapdragon gen 2 и сказать что он какой-то плохой я бы не сказал а вот по внешке то есть если брать чисто кирпичик мне он очень нравится продолговатый удобный классно что есть миниджек помимо миниджек очень классно что здесь возможность запихивать карту памяти но вы мало того что можете запихивать карту памяти для для примера вы можете еще и руками ее вытаскивать и засовывать это прям вау это прям вау вот молодцы никаких там тычков не надо если говорить про конкретно съемку если вы профессиональный фотограф видеограф и все остальное вот это конечно дело уделывает sony на сто процентов прорез вы не найдете человек который даже профессионально чем-то занимается и будет выигрывать я с плохого начну потому что хорошего тоже много ну перемешку как как вы любите напоминаю что моя миссия их всегда две подробно рассказать об устройстве насколько у меня хватает компетенции фантазии всего остального но в первую очередь для того чтобы сэкономить вам деньги то есть если вы не настроены покупать устройство то лучше приходите ко мне если вы настроены покупать устройство ко мне не приходите потому что рассказы про то почему здесь три программы вместо одной для съемки но как бы это точно не для меня попытаться вам объяснить что нужно просто правильно пользоваться телевиком ультра шириком и в целом все неплохо нет все плохо сказать что если у вас есть камера sony то эта штука в паре вот она камера в паре какая-то особенно нет вы также устанавливаете программу любой смартфон хоть на iphone хоть вообще на что угодно и также управляете с него может быть кто какие-то отдельные фишки есть я не углублялся почему я сейчас вам объясню потому что я купил несколько мониторов под камерой и они все были размером значительно больше чем вот эта штуковина по видоискателю лучше тогда подключать к планшету и я думаю вы понимаете о чем я по поводу honor magic 5 global я думаю что это не очень лучше не лучший вариант но опять же это ваше право honor magic 6 я купил 6 про купил сделать звук громче не как только если я ближе к лицу поставлю а вы не можете выкрутить напишите пожалуйста как звук вроде бы у меня шур работает universal не забываем прожать лайк все кто пришли огромное спасибо здесь у меня больше сегодня такой тестовый обзор для того чтобы понять как мне снимать потому что я мне кажется разобрался почему верхняя камера снимала с низким фпс вот сейчас вы видите нормальный фпс или нет шур спасибо большое то есть в общем проще говоря здесь у нас основная миссия это настроить этот девайс все девайсы чтобы потом я благополучно ушел в тесты ультра ближайшее время и с 24 обычного на всю выкручен звук так но у меня есть шумоподавление здесь включено и могу фильтрах отключить его но я не буду нормальный звук все опять же если у вас проблемы со звуком скорее всего у проблемы у вас со слухом потому что нет 30 фпс да я нежно не понимаю почему тогда потому что я выставил в общем пыль ну что ж да беда то такая давайте попробуем вы 1 120 180 чему 30 фпс нет но нет просадок по фпс у таких как были может и 30 вы имеете ввиду вообще стрим с 30 фпс идет еще 80 60 ну ладно будем дальше химичить но не об этом рассказ рассказ о sony так вот исходники на фото и на фотке уже были все снимаю очки уже хватит романтики а то мне опять напишут что у меня со зрением плохо поэтому мне показалось что экран не супер а насчет экрана вот смотрите из того чтобы говорить я покажу вам как всегда на примере кстати хотите чтобы я коллабу какую-нибудь устроил с розыгрышем какого-нибудь крутого смарта это я сейчас разогреваю если что мы хотя может я не буду делать еще не решил так а почему не вижу дырки я никак не могу привыкнуть к рамкам к этим ну не вижу а дырки потому что я думал что шторка но в общем я говорю я не могу привыкнуть к этому смартфону когда у тебя столько смартов и даже какой-нибудь дешманский редми рилме максимально не дешманский хорошо давайте использовать хорошие слова потому что кто-то приобретает эти устройства и это их начало ну возможно они дальше не пойдут им хватит в общем низкобюджетный эконом класса устройства имеют уже меньшие рамки это не специально сделаны для того чтобы унизить sony если что я просто реально ну в общем вы поняли что он может он может снимать 120 fps в 4k из интересного у него есть точечная настройка всего но чтобы понимали она очень правильно отметили в очень крупных каналов когда ты поняли что это дело не продать что если ты меняешь а при настройке вручную здесь вот смотрите я сделал сфотографировал мануал стоит правильно вроде бы у меня последняя прошивка и ты такой ну они в общем уже все исправили захожу и тут опять basic ну то есть прошло полгода его сын и низ там они как бы хочешь кто им жаловался кто не и вообще все равно sony все равно количество различных приложений повторяюсь их 33 приложения звук да классный никаких перекосов нет мини джек да в наличии а насчет троттлинга и всего остального но сказать что все хорошо все лучше чем было то есть было все совсем печально уазы такие рамки были без дырки но это 7 уазу часто восьмой и это был игровой смартфон и там была идея для того чтобы тебя были динамики в лицо правильно что бывает хорошие бюджетные sony за 30 этот 10 в по-моему не забываем прожать лайк все кто пришли у нас основная тема стрима в принципе это встретиться и пообщаться второе это попытаться настроить эту вот камеру а потому что я очень хочу чтобы рано или поздно она начала отрабатывать лучше и вроде бы не на стриме она у меня работала прям очуменно а сейчас какая-то беда у нее фпс в общем еще отключу этот свет попозже вот я да я вот честно если если кратко если ты это дело продаешь я знаю как к этому подойти то есть можно рассказать что он может вот так стоять допустим как давно мы не видели этих смартфонов понятно что на коврике ему тяжело но допустим на том же айфоне он простоять может долго я поставлю айфон ставлю его классно можно так играться про то что рамки металлические ну супер ну в общем на этом моя фантазия по чуть-чуть начинают уходить потому что за основную модуль его хвалить но ты джек м устанавливаешь на смарт за 20 тысяч рублей все в огне сказать что у него какая-то супер нереальная герцовка в 120 герц но это смех и грех потому что мы уже тестируем устройство со 160 тимур пожалуйста но опять же каждый делает свои выводы очень многие люди приходят ко мне и ругаются почему я не хожу нахожу те недостатки которые почему я нахожу недостатки которых не волнуют потому что так не надо что-то еще отрубить или понизить битрейт очень 50000 не хочет он держать вывод 50 подвисаю наверно либо процессор не справляется 8 50000 битрейт будет килобайт секунду виснет все все сейчас должно развеснуть и все будет в огне так вот по поводу смартов особенность в том в первую очередь что ты когда на них смотришь вопрос что ты хочешь видеть я хочу видеть штуку как мини инвестицию которую ты купил такой вот вот ладно я там поймал на скидонов каком-то там не знаю сером магазине купил не знаю приобрел там на авито очень дешево и поигрался и продал в те же деньги хотя бы желательно конечно если ты продашь все это дороже я понимаю что меня смотрят очень много перекупов перекупы понимают что из меня продавец не очень только новинок но в то же время мне кажется что мы как-то вместе с вами и на стримах и на обзорах влияем на это дело если вы посмотрите динамику по поводу чего бы мы не говорили все начинает медленно дропаться в цене я вам слово даю что мне после обзоров на полка которая купил пока писала много раз и я повторяюсь что это кажется что коллективный разум особенно мы как покупатели не влияем на продавцов мы влияем на них особенно влияем на бренды потому что всем хочется продавать и когда я в инфополе появляется тысячи человек 10000 человек которые знают чуть чуть больше чем должны производителю приходится делать цену за которую мы готовы это дело приобретать тем более всем логично понятно что очень многие приобретают смартфоны для того чтобы потом заработать какую-то копеечку после того как поиграться мне вот здесь знаковый перекуп так и делает покупаю у меня смартфоны вот и в целом основная миссия у нас с вами получается так вот что такое sony для чего мы собрались логично что поверьте мне 100 человек в онлайне первую очередь для того чтобы пообщаться того чтобы посмотреть на sony за 80 штук вот сейчас она стоит 80 штук это болванка почему болванка потому что но сейчас вам покажу здесь на dragon ген 2 что-то можешь купить за 80000 все то можно же выпасть iphone 15 про купить неважно сколько он выбивает в antutu неплохо он кстати выбивает в antutu сейчас я уменьшу яркость или уменьшу и со я наверно уменьшу и со и вы будете видеть все все уменьшу и со и все у нас в огне да и качество на нормальная кстати не говорите мне что ничего не видно сейчас побольше еще сделаю чтобы мы могли общаться не говорили мы не на лицо твои пришли смотреть да вы пришли смотреть на sony который 7 месяц продают а его очень прошивки новые я все установил но от того что их установил не легче до ген 2 я за ровчике их сравнение ты хочешь чтобы я в раве снимал все ну ладно я наверно что-нибудь поснимаю в раве специально для тебя это не негатив опять же я от вас слышу что вам надо качество съемки всегда но ночь ногти зависит от прошивки очень часто когда смартфоны выходят будь то айфон и либо самсунге кстати особенно они снимают очень убого и фото и видео потому что они спешат на новых процессорах с новыми экранами первыми выгрузить чтобы люди которые хотят допустим приобрести нас новом снэпе что-то побежали и прибли приобрели именно их устройство понятно что в топе продаж там топ-15 смартфонов мировых три самсунга при том дешевых и все остальные яблоки там 14 pro max 15 pro max в ларуто спасибо большое вот и если говорить про вот этот конкретный девайс баллов тут хватает то есть баллов тут хватает сторож тест да он не показывает 180 тысяч но чтобы отрисовывать 120 герц принципе этого достаточно но в тот момент времени когда вы думаете что все хорошо мы заходим вот в эту штучку и эти записки сумасшедшего они заставляют задуматься все ли хорошо в этом устройстве как он себя ведет на солнце на солнце ведет себя он очень плохо я вам спали руль на я думаю вы догадываетесь а если говорить про какие-то другие его качества у него есть очень классная кнопка на говорю я вот я понимаю почему продавцы не могли от его потому что но это дичь то есть вот эти все настройки чтобы вы понимали у вас может быть самый самый дешевый смартфон вам могут не задвигать про версию про в камере вам могут не за не задвигать про то что вам нужно снимать браве вам могут не рассказывать про то что нужно заходить в какие-то настройки вот допустим для примера камера айфона портрет панорама фото видео киноэффект замедленно таймлапс то есть я могу снимать прорессе но принципе никакой химии здесь нет но если вдруг по какой-то непонятной мне причине у меня съедет крышка я решу снимать не в прорессе а извращаться с iso извращаться опять же видео я понимаю с фото но как те кто видео настраивают все с балансом белого притом не снимая даже в прорасс качестве то есть красить уже потом нужно но не будем об этом я не про это хотела рассказать не про профессионалов профессионалы не будут смотреть стримы они купят камеру либо будут снимать на вот допустим спросите что что мы у меня есть операторы игорь вот мы неделю решали какую ему еще новую камеру купить как вы думаете что вы что мы купили напишите пожалуйста в комментах кто смотрит стрим вот ради интереса что мы купили бюджет реально не ограничен пол мульта как с куста вот без без всяких просто вот что надо то купим как вы думаете что мы купили я сейчас 2 2 секунды расскажу да расскажу что я хотел и вы поймете о чем я но 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 нам надо комфортно снимать то есть именно не заморачиваться без стабилизаторов всех этих без обвесов без всего почему потому что контент мой конкретно это про информацию то есть показать устройство рассказать о характеристиках минимальный опыт использования все потому что когда он максимальный вы понимаете что это как эффект как продавцы делают ты кладешь в руку кому-то какую-то штуку он начинает уже чувствовать что он и владеет я думаю что все эти техники знают каким образом продавать таким образом курсы продаются любые успешный успех поверить себя вот это вот вся дичь и то же самое с девайсами или еще чем-то к чему это все iphone 15 про у него и так на руках вот есть такая программка диджай мимо 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 диджай а это одна из просто сотен программ про которую кстати большинство даже не говорит потому что сесть снимают в другом чем-то нажимаете на помощь серия мобайл перейти с просмотра камеры то есть эта штука нужна чтобы работать со стабилизатором но в то же время вы здесь можете настроить вообще все что угодно я не пиарю эту программу ночи бесплатно снимать в story в story снимать фото с ручными настройками пожалуйста то есть вы можете делать на одной программе которая даже по большому счету для ей вообще ничего не надо я не говорю конкретно бежать эту программу устанавливать но вот эти все мастер режимы это придумано для того чтобы вам что-то продать вы покупаете вот эти устройства не для того чтобы вручную стоять не знаю там пристрелить оленя мумифицировать его сделать из него чучело поставить и так сейчас я свет выставлю еще подождем 6 часов пока солнце с другой стороны сядет потому что мне нужен этот лес вот ты должен смотреть в ту сторону но вы понимаете что это дичь то есть это просто лютая дичь smart должен фотографировать в автомате для этого его и придумали а нам пытаются в ну опять же это идеальный способ продать неудачную съемку если китайцы они благополучным образом все фотографируют выкручивая нам цвета то есть вы не увидите там настрой настоящих цветов если я хотя бы примерно помню я фотографирую я могу сказать что вот допустим мусор я фотографировал на а папа индекс и мультра не мусор я фотографировал пляж но там был мусор и мусор получился просто мультяшный как будто его не знаю там микки и мини прибежали привезли под положили на пляж лодка новая которая там наладом дышит у нее уже все в краска обвину вся блин облезла она блеклая она а папа индекс 7 ультра в автомате она волшебно это устройство фотографируют максимально неприятно как вот как есть и ты стоишь думаешь не особо они хорошо и весело живут и плавают на такой штуке она скоро утонет но когда ты смотришь на китайские фотографии ты думаешь вау вот это им припартило на такой яхте плавать к чему это все к тому что чем натуральные по мне тем лучше то есть цвета ты не не можешь воспроизвести если ты их не видел даже если ты их видел тебе очень сложно будет их воспроизвести и любые программы которые вот sony сделала три проги которыми каждый из них вручную нужно что-то там снимать серьезно ради кого для чего чтобы вы себе мозг сломали или какой-то прав выберет не яблоко вот но это опять же размышления размышления о том что huawei поддерживают повыки китай китайцы покупают чтобы поддержать родного производителя в японии я думаю что представители японцы представители японии приобретают устройство при том я все еще считаю что лучшие наушники по цене качества у sony понятно по цене до высокой и лучшие часы не часов опять же по аксессуарам у них нет лучших аксессуаров них нет лучших аксессуаров они хорошие но наушники полноразмерные наушники все у них что есть топовые часы нет какие-нибудь нормальные или бюджетные или небюджетные планшеты нет ноутбуки есть вопросов нет но они тоже такие себе учитывая их стоимость и качество то есть мы упираемся в то что вы приобретаете устройство даже без тестов непонятно для чего белована вы правы просто купили объектив на iphone down двадцатку стоил да еще чехол надо будет за десятку все матрица да вот такая я вам скажу что купить объектив хороший на яблоко питере в москве не ограничивая себя в бюджете вы думаете просто спойлер нет две самые крутые два самых крутых бренды их просто нет в наличии а чтобы их доставить проще говоря объектив который ты в сша покупаешь за 15 тысяч рублей тебе обойдется в лучшем случае 30 если он дойдет до тебя это без крепления без всего вот а к чему это все а вы мне зашли только про 2 павел петров по поводу аксессуаров я вам не сказал что они делают лучше я сказал что лучше по моему мнению в высоком ценовом сегменте по цене качеству то есть для меня звук вообще очень субъективная тема а когда мне скажут если у меня музыкальное образование скажу у меня у оператора игры есть музыкальное образование в отличие от меня если вы опять же не нельзя доверять слуху слуху всех разный вы знаете что у профессиональных музыкантов слух убивается после 30 лет у всех почитайте и он не может быть не убит если про музыку там же волос я думаю все кто в анатомии разбираются понимают о чем я если ты выкручиваешь звук то же самое когда ты там супер фанаты и любитель но после тридцатки у тебя будут проблемы не так не просто так на смартфонах мы выбираем возраст все притупляется не только чувство как чувство но и ощущение от всего крамен привет артем когда начали было блочить ван класса из понял что пойдет эпоха и 5 к слову я повторяю что ван класс из 3 был мною точнее мною но моими деньгами разблочен владимиром а конкретно индусом каким-то за 30 баксов все все полный разблок подтверждаю контакт не дам потому что вас могут деньги эти украсть то есть ты все время на доверие посылает что-то но учитывая что у меня была стоимость ван класс из 3 392 доллара 95 долларов не вернули и 30 я заплатил выходит я купил ван класс из 3 разблокированы за 330 баксов а на тот момент это было где-то 30 тысяч 600 рублей так что несмотря на длинную череду каких-то неудач я получил выгоду вот но это к вопросу того насколько я дурачок это только кажется что по покупке девайсов я дурачок теперь один ви это как без портал тошек ну нет я скажу что ps портал это хорошая штука интересно если ты ее покупаешь по номиналу сколько они за 190 долларов и и продавали ну а чего не купить тебя джойстик сколько сотку стоят плюс-минус внутренний ухо к 40 убивается процентов на 20-30 и это если косточки в среднем не пострадают я же говорю все до такой степени субъективно и индивидуально что прям аж зубы сводит сейчас я вам рассказываю не эмоциях это мой анализ данной железки вы можете его разделять можете не разделять я даже вам еще не сказал по поводу стоимости хотя я считаю что опять же относительно стоимости за которую приобретали магазины чтобы дать обзор щекам ну это классный девайс следующий момент мы перейдем к каким-нибудь тривиальным тестом который он благополучно прошел в писем арки он показал очень очень неплохие 15000 для его типа процессора его обвеса если говорить про сейчас я hw включу покажу вам минимальные характеристики потом мы пройдемся по яркости всему остальному и и все я думаю что можно поиграть чуть чуть и закрыть эту тему потому что напишите кто не у кого-нибудь есть сейчас sony или последний год был у кого-нибудь sony вот прям очень мне интересно я не покупал sony до этого друзья вот я уперся сейчас в момент что я хочу ну то есть я всегда задаю себе вопрос что я хочу купить то есть я плену вещей я честно человек правильно говорят больной ну вот я больной я люблю железки нет я вряд ли когда-нибудь куплю верту и даже возьму верту на обзор хотя мне предлагали и не один кстати человек хотя он думает что он один но вот именно прочувствовать момент она дали мне а смогу ли я потом это продать они умрет ли это как nubia z60 ультра просто которую я выбросил помойку минус 50 с лишним тысяч это вопрос или редмэджики которые упали вот так по цене которые тротт лет и тип который мне покупал в итоге продал и все-таки поигрался погулял потом он начал реально играть и решил ее продать и в общем мне кажется он на 1015 на 17 он сказал потерял сильно наверное я думаю 1517 тысяч вы помните старт продаж у него был какой сейчас они роги увидели такие все мы уже не будем никому залипать заливать я просто это дело помню потому что сколько black shark of не тестировал asus of все проходило без морозилки и для меня какая-то дичь когда я покупаю смартфон за сотку он оля игровой а он проходит у меня только в морозилке тот же 3d mark а потом не сдвигают что это лучше игровой смартфон потому что кто-то об этом так сказал какой-то магаз чуваки ну вот простите но все это дичь а к чему это все к тому что только онлайн тесты ставьте лайк стримы несмотря на что-то там максимально комплиментарная тема видите а в куртке сижу почему потому что 16 градусов и да мне холодно вот по экрану 120 герц экрана теперь какой-то левый мне здесь пишут это не 642 это бред разрешить камера все видите нагрю из топовых здесь здесь не дюймовый сенсор то есть там 134 он что-то сколько у него апертура 2 и 1 и 9 вообще показывают 20 фронталка и 2 и 3 в общем никаких космических каких-то цифр нет на момент 7 месяцев назад может быть он и был конкурентно способен хотя бы столько с точки зрения цифр ок но сейчас ну еще и говорю что обновы фактически его толком не обновили я не могу назвать что это устройство стала вал единственная да мне понравился его вибром неплохой мне очень нравится его размер это прям вот знаете как подло я могу сказать что если у меня будут спрашивать сани я вот хочу compact кроме айфона 13 мини кроме зен фона я могу теперь еще говорить sony потому что несмотря на то что он высокий реально выше чем iphone 15 pro max но он реально узкий вы понимали вот он реально узкий и за счет того что он узкий он ощущается компактным понятно что до компакта ему да когда китая рак раком но в целом он небольшой с другой стороны тот же samsung с 23 меньше тот же xiaomi 13 пусть и пузатый меньше и с 24 вы видите сами вот сейчас специально достал его и чехла насколько он меньше а он реально меньше вот прям единственная sony нет он даже не уже то есть sony еще и шире и говорить о том что что-то удачно ну в общем сейчас померяем все просто вне зависимости от того какие он результаты покажет это мертворожденный девайс а через семь месяцев они могли сделать из него в каком-то смысле уникальную конфетку но вместо этого они забили и в общем все то что о чем говорили какие претензии к нему были изначально у блогеров всех ну кроме продающих а так и осталось так не понял яркость максимум почему он желтит 850 люксов пам-пам ну неплохая адаптивную яркость включаем врубаем наш любимый фонарик кстати сегодня я сделал по фану топ-10 ножей для распаковки закупился не знаю там тысяч 7 потратил может быть не наверно больше посмотрите на лайк канале как раз шорцы так что-то не понял он взял и перу врубил почему он врубил темный экран я что-то нажал темная тема все адаптивная яркость адаптивная ярко исключение темная тема ну и не ему все равно а ведь кто-то наверное пользоваться им пытался на улице что-то мне подсказывает что-либо он сказал что он очень плохо себя увел на улице либо у меня опять брак ну вы поняли ну вы если что вот вот фонарик он светит стандартную все реагирует кроме реагирует все кроме соника но я не знаю мне как о я смотрю там просто я думаю что все как кто вам рассказывал что яркость sony держит топ получили небракованные в отличие от меня девайсы либо пользовались им меньше чем я с вами разговариваю вполне возможно это стресс и вполне возможно кстати спящий режим так что мы еще потестируем его вообще хочу увидеть здесь хотя бы 1200 люксов вот вот сейчас увидели а почему такая глобутень ну ладно рандом то было 900 теперь 1200 ну-ка сбрасывает и набор очень не похоже помните смартфон который так сделал что сначала поднял потом сбросил а потом он такой да вообще все равно не друг я типа устал обожаю стримы а вот ничего же не подпишешь вот вот sony эриксон были вообще топом ну вот она обратно адаптивная яркость вы понимаете то есть если ты выходишь на солнце то где-то через три минуты яркость уходит это разница с тем что я видел в интернете на горе допускаю что у меня опять брак мы от этого и танцуем же правильно всегда сани на стрим нашел бракованный телефон и тестирует его максимально топорно и неприятно для любого магазина поэтому магазины отслеживают где и как я покупаю и посылают мне только бракованные с марта я не знаю кто там говорил но но это по-любому потому что у них был не бракованный или они пользовались им до минуты для меня это реально актуально у меня солнце много то есть ли у вас солнце немного то почему нет ладно как говорится к сожалению у нас стримов уже было больше 5 нам есть чем сравнить и даже бюджетники эконом-класса показывали нам результаты лучше но спишем все это на возможность брака как всегда и и все брака и печали адаптивная яркость определила что еще и стала не так не так светло так три процента шим 5 шим волшебный был 35 ну в общем сейчас будем искать где у нас здесь и димин а зачем я ищу где 10 диминк если все с яркостью плохо так во первых у меня был стандартный режим нас есть 4к с визуальным изображением стандартный оставить hdr в реальном времени он не везде работает мне кажется даже фанаты и уже не покупают только японские фанаты у которых очень много денег но опять же по их меркам у них нормальный денег это по нашим меркам у них много надо было у меня покупать так можно и в бану лететь но мы будем считать что это шутка дмитрий горденко я не следил насчет того как они говорили игре просто мельком посмотрел и в общем сделал определенные выводы что у людей с яркостью все было очень хорошо а у меня не очень хорошо вот если говорить про игры мы хотим поиграть в игры чуть-чуть давайте в настройках я выставлю система обновление пола сначала покажу вам 11 февраля все обновлено дальше вам включу что хочу включить я включить разработчика разработчика ну надо найти где он врубается здесь я думал стандартно в о смартфоне версия по параметры при обновлении обновить пронесло никто ничего не заметил сыграя в танки нет танки не хочу не не люблю танки играть жесты дата и время или не будем а зачем с другой стороны нам какие-то данные если мы можем просто врубить папы и посмотреть фпс правильно урок по экрану он smart идет без всего без зарядки без чехла без защитной пленки ты вообще без всего и даже без кабеля рак фон 6 или айку на о 9 6d который ли 6 а для чего вы прям ярый игрок вы можете триггеры купить вы можете купить оригинальный кулер у айку посмотрите мне кажется что у них даже у них точно есть этот джойстик что-то мне подсказывает что так как это не особо популярная тема вы будете чуть ли не первым не одним из первых кто будет это дело тестировать я кстати очень хочу купить джойстик а тайку так высоко ультра включена по умолчанию или оптимизированы не давайте оптимизированы сохраняю на всякий случай выхожу вдруг он не запомнил настройки про ай был норм еще раз повторяюсь это первый мой sony ну не считая sony ericsson там что-то там садам чем sony купить лучше пока но это даже не обсуждается то есть я со своей позиции не понимаю вообще цена образования даже даже сейчас даже имея sony вские камеры даже являясь фанатом у этого бренда в чистой воде то есть у них не бездумно нравится их оптика вот сейчас вы видите как работает 35 миллиметров фикса у sony по мне вау то есть я вообще ничего делать не надо могу сказать что там свет у меня неправильно выставлен но камера которая является по большому счету вообще ни о чем и у без которого мне вообще никак не настроен и то что я вижу на стриме в картинке сейчас на ютюбе но это прям вау понятно что должно быть лучше но как бы вот что имею больше 50 мегабайт у меня почему-то наверное нужен отдельный компьютер для стрима или при том есть ноут я не знаю что делать да ладно не стоит не отвечает он устал будем считать что он увидел настройки такой друг я вообще не подписывался на это дело он 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 знает что мы собираемся делать я повторяю смартфон вообще никак не игровой и не позиционируется как игровой и мы здесь встречаемся для того чтобы в первую очередь пообсуждать что-нибудь встретиться пообщаться обсудить железки новинки может быть какие-то поделиться мнениями посоветовать друг другу что-то и в последнюю очередь погонять смартфон который не является игровым вот по камерам японцы на высоте по какой ну по камерам да я имею ввиду по камерам для смартфонов по мне нет так а здесь у меня почему нет устройства ну что же что за беда отключить включить все так лучше видите ли вы его я думаю видите самое главное фпс вы видеть будете остальное все мелочи жизни не комплиментарно получается да давайте чуть-чуть подвинем как картинка не по-моему уже не 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 так мрачно как прошлый раз или мрачно вот настраивал настраивал настраивала камеру и в итоге какая-то все равно лабыки не получилось надо в закрытом режиме значит стримы проводить чтобы проверить ладно нам для того чтобы протестировать этого дела хватит правильно для звонков и уведомлений звук включен здесь кстати есть такая тема с вибро она как-то со звуком должны кривили на игры все эти фишки вот вот touch мне нравится кстати здесь вот touch прям прям супер пока но мы еще не начали играть 92 процента и секундомер мы включаем до номер секундомер и 92 процента буквально там 30 минут поиграем пообщаемся и все правильно яркость мы помним то что мы не что что он не греется я во многих обзорах видел я думаю вот тоже джебл 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 это ты что ли что у тебя с ником здесь темная картинка хорошо если вы хотите более светло это легко устроить норм вот так теперь вы можете рассматривать мой игровой коврик 77 фпс вообще snap 2 должен нормально таки отработать но мне кажется что все будет плохо вот нет но не факт а если не будет плохо то это очень хорошо то знаете что играть можно дмитрий герландец герландец я очень рад что до нас дошел что ты наконец попал на онлайн кто лысый комфортный форм-фактор у sony да да игры мне даже рамки нравятся но это какая-то какой-то мазохизм или фишка что у меня в руках sony знаете как же для женщин хермес или луи виттон вот примерно то же самое то есть а какая-то бесполезная вещь за вар прайс но ты этому звучит крипи я это понимаю ну вот что опять же это мое ощущение я вообще бесит меня когда люди делятся своими ощущениями но так как я уже разнес я могу вам сказать по поводу моих впечатлений именно тактильных визуальных и что у меня вот у меня есть ощущение что у меня бесполезная игрушка в руках я такой весь эпичный могу себе купить игрушку вот и все и она необычная и она не похожа на остальные игрушки а так как это sony она один черт топовая вот примерно такие мысли меня посещают они очень неправильные нехорошие потому что как блогер не должен себе позволять подобного мне не должно быть чувств и эмоций и обязан быть сухарем и оценивать все максимально ну вот максимальная оцениваю тач вообще очумевший понятно что у меня у защитной пленки защитная пленка специально куплено классно но и тач тоже прям плаву не нарадуюсь что по камерам можно взять кроме 15 про чем тебе 15 про не нравится и какие цели то есть спортсменов снимать не знаю ролики ты понимаешь чтобы за что еще я говорю вы можете относиться как хотите к моим словам но повторяю что я блогер уже не маленький может быть если через в течение года я не брошу youtube то я стану полумиллион ником и я могу вам сказать насколько я знаю и это прямо на 99 процентов информация именно как реклама только вилса получал рекламу от apple больше никто в россии и кто хочет в этом разобраться и кто шарит о чем я говорю с banks посмотрите их официальный сайт там никакой не к это не секретная информация это просто нужно чуть чуть-чуть включить мозг все остальные вот я сейчас говорю я снимаю но iphone не от этого только минус то есть я те аудиторию потому что люди обычно которые сидят на айфонах мало смотрят тех на блогинга уж тем более не смотрят не смотрят много обзоров про китайские смартфоны второй момент лояльность своих же зрителей но смысл мне врать то есть есть большие каналы которые говорят я там хожу с одним телефоном в итоге оказывается другим какие-то каналы говорят что я там чем-то хожу по факту у них там если суммировать 550 этих смартфонов в год я хожу постоянно с яблоком и теми смартами которые тестируют сумки у меня там 4-5 смартфонов стабильно из них три с симками везде есть телега как минимум 1 1 мой аккаунт родной на все я снимаю и когда ты делаешь постоянно обзоры ты не можешь сказать что ты с чем-то контачишь постоянно потому что вот сейчас я втыкаю прямо в телефон если я буду ходить как подросток в один телефон я так втыкать даже неделю не смогу потому что у них много плюс обычно у людей два телефона я даже когда мне всегда было 22 мобильника я не знаю у кого есть два мобильника неважно сколько у тебя сам этих как называют 5 секунд на попытаюсь громче не громче я поближе микрофон поставлю у кого два мобильника с собой у кого-то даже три они меняются эти фавориты все зависит от ценника понимаете то есть среднеценовом сегменте вот сейчас цел пока чтобы вот кто вообще прям разбирается игры я мне очень нравится довольно сложно говорить допустим с блогерами потому что у тебя одна кухня и всем хочется казаться лучше чем ей ты есть на самом деле а к чему это хочу рассказать сейчас я вам объясню вы все сразу поймете вы знаете есть у нас рефералки там ссылки и т.д. и т.п. так вот пока почему у вас допустим вчера там не все рассказывали про то что пока в скидом потому что у них нулевая но они не а литеральные товары то есть когда я вам говорю пока это круто помните две вещи мне пока не прислали ничего то есть несмотря на то что они мне послали российский офис отдал другим блогерам которым захотел мне не захотели и второй момент что мне кажется у меня были одни из самых хейтерских обзоров на эти девайсы но за 14 с половиной м6 про за 19 x 6 и за 24 6 про это однозначно супер мега топ пусть они у неё литеральные или еще какой-то вот как бы я что не говорил плохое это нереально крутые железки и вот сейчас они фавориты если говорить про допустим что мне понравилось безумно пока на первых эмоциях и т.с. 23 ультра по фото прям x10 особенно вообще это просто я не знаю это нереально крутые фотки это нереально крутые фотки ой дон лайка кайло в тебя интересует фото или видео я просто эти спойлер ну сразу чтобы ты не мучился потому что после вопроса фото или видео вне зависимости от того что ты скажете скажу иди в мою телегу и в остальные телеги скачиваем сходники и делай выводы потому что мои выводы никогда ни с кем к сожалению не сходятся особенно из тех кто те кто хочет купить у них будут одни выводы те кто не хочет купить хочет наоборот продать другие и в общем это такая кухня довольно специфическая вот так и чего я так и знал что у меня увидит и убьет николай хромов то есть ты никогда вторым не пользуешься типа самому самому себе сам ватсапом сообщение слать типа напомилалок на игре очень многих людей по два смартфона он уже прилично нагрелся так по соневски и по моему уже сбросил яркость но ввиду того что она у него и была не космическая меня она устраивает по поводу фпс видите пока сильных просадок нет но играем мы недолго повторяясь смартфон вообще не не ну процессор здесь игровой давайте откровенно snapdragon ген 2 хороший проц а почему не продаж тогда дан лайкала лежат становится дешевле шим на из 24 вот мы по поводу с 24 будем говорить на стриме про из 24 послезавтра давайте если все будет хорошо я не люблю девайсы обсуждать до того момента каких прогнал потому что еще 550 тысяч раз про них поменяется мое мнение вот может еще прилетит обново за это время правильно я говорю очень у многих людей 2 на 2 мобила 74 фпс он греется греется то что ляпается экраны ничего не могу сказать потому что у меня на нем пленка защитная которое не должно быть но тач мне нравится как у кого прошел день все никакой недели не выходной ли а воскресенье по моему нет друге о папа да что ж такое дальше не туда может нажимал нет мне кажется он не сработал ну давай поднимай меня тебе нужна команда все суббота они воскресенье но это пока суббота то есть уже воскресенье или как пулемет день прошел отлично да у меня все люди кони смешались не хорошо неплохо вот как она есть так есть так где хоть какие-нибудь жизни меня с одного патрона не вынесли без перспективник короче даже какой-нибудь дешманских пакетов нету этих ладно два часа ночи у меня да а все спасибо я думал понедельник уже я выпадаю так ну где где хоть какой-то хил да и ладно в москве субботу 10 вечера ну хорошо часы это все просто ты смотришь что тебе надо и все хотя по мне лучше оценка сна и пульса и шагомер о все таки huawei band 8 но лучший функционал у mi band 8 вот если совсем уж просто по браслетам дня два ночи у меня тоже приз был хорошо без чехла его гоняю конкретно уже нагрелся прям покажу скоро да ладно почти я был очень близок где мой хилл все есть хоть какой-то хилл есть утром лег проснулся на стриме не целый день дрых после ночи работа или после ночи веселья остoopenne как я я я Продолжение следует... А, все. Хорош. Так, классная, хорошая компания, без надматы нету новостей. Какие новости? Все на планете Земля, метеоритов пока нет. Вот. Пока дышим. Побывал в ветеринарке. Все хорошо? Надеюсь. Так, я так понял, кого-то из наших уже все. Троечка там где-то засела. Откуда там теперь стреляют? Ладно. Сейчас я покажу вам температурку. У меня есть ощущение, что... Нет. Это глюк. Это глюк, прикиньте. Тридцать восемь. А-а-а. Вот откуда с ними. Тридцать девять и четыре. Сорок один. Сорок один и девять. Сорок два. Это довольно много, учитывая, сколько мы играем. Потому что играем мы всего 15 минут. Ну ладно. Сейчас мы старт включим. И потом посмотрим еще что-нибудь. Вук-вук-вук-вук-вук. А Apple музыка. Спасибо. Мы тоже вам очень рады. Не забываем прожать лайк все, кто пришли. По большому счету, у нас сегодня миссия – это компания. И проверка того, насколько он хорошо не сбрасывает яркость на солнце. Ну, говорю, это уже не особо актуально. Все, кто хотел. Ну, вдруг кто-то рассуждает о том, что он встал в два раза дешевле. Есть ли смысл покупать? И надеюсь, что данный обзор будет вам чем-то полезен. Апоссум, ты дошла. Привет. Принять. Срок приглашения истек. Все, никому и не нужен. Какой бы Android ты бы взял из тех, что побывал без раздумий? С24 Ultra. Вообще не думаю. Просто. Если готов мириться с лопатой. Если брать компакт, я не брал без 24. Мне он уже не нравится по камере. Вот такие вот. Такая вот беда. Если брать не Samsung, то, наверное, я не знаю, я бы взял. Опа, мне нравился. Но я говорю, ультра меня как-то разочаровал. Нет, сильной яркостью не сбросил. Можно сказать, что вообще не сбросил. Апоссум, да ладно, ты до мной здесь. Я бы тебя заметил. Как тебя можно не увидеть. Вот. Ну, если брать из BBK, по камерам, я бы взял Опа. По индексу мультра. Несмотря на то, что он там красит, не красит, я бы взял. Ну, он такой огромный. Просто. Если брать компакт, айкунео 9, прям вау. Если брать выгоду и глобалку, без всяких проблем с бэндами икс 6. Потому что за 19 тысяч вообще не жалко, ты его купил, так же продал, когда он тебя достал. Да нет, она и не была 90. Если вы пытаетесь меня подловить, они же не специально писали 90. Они таким образом разницу в полном объеме суммировали с системой. То есть, в общем, проще говоря, все равно это если бы... Короче, сама система не была 50. Но это их проблема, что они указывали, что она 50. Все. То есть, вопросы к самому производителю. А насчет того, сколько системы, я сейчас посмотрю ради интереса. Что-то вы меня заинтересовали. Я постоянно ощущаю, что меня все пытаются подловить. Память, память, общие настройки. Каждый раз переключаешься с одного на другое устройство. У всех разное. ПО. Так, это оперативка он мне показывает. Вот смотрите. Оператива у меня 12, забито 5 и 6, хотя я ничего не делал. То есть, я могу очистить 1 гектар. Ну, а половина забитой оперативки, это какая-то... Ну, это лобутень. Хранилище. Система 1179. Кстати, нормально камера. Вот сейчас есть претензии по этой съемке, сильно или нет? Мне кажется, мы поймали вот эту тему. ISO 2500. Нет? Или все-таки надо дальше качать? Рокфон очень понравился. Ну, ну, бета днище. Вы понимаете, когда у тебя игровой смартфон перегревающийся. Мне сегодня написали, что у кого-то только с кулером работает Рокфон 8 Pro. 8 Pro. Я при вас 3,5 часа его возил без кулера, без просадок, без всего. Я бы выше всех, мне прям так бесит, по-любому там эти типы, которые а-ля его тестировали, стопудово не тестировали и каким-то образом Red Magic пытались продать, потому что я там и паковки написал, говорю, что за бред вообще? Почему мне народ такую фигню пишет? Я специально провожу стримы для того, чтобы показать, что люди, которые ангажированы, которым есть необходимость продать, они будут говорить, что черное это белое, а белое это черное. Притом хоть ум в глаза, все божья роса. То есть как можно было хейтить Рокфон. При этом хваля Нубию, это днище. Прям совсем. То есть это просто тупо врать. Мне больше всего понравилось. Бывает, знаете, что делают обзорчики, говорят, вот прям 100% был косяк, но подсъемов нет. Нет, запомните, вот посмотрите мой канал. У меня телега видели, лично есть. У меня там бывает такое, что я говорю, вот был косяк, не успел снять. Но чаще всего в обзоре этого не бывает. Почему? Потому что ты блогер, это постоянно подснимаешь все. То есть если что-то зависает, я сразу свою личную телегу кидаю. И вероятность того, что там какой-то большой канал с большим количеством людей не смогли достать телефоны, подснять какой-то косяк. Ну, короче, все это печально. И поэтому Брокфон восьмой. Это вообще супер. Азус. Притом мне, как вы помните, очень сильно не нравятся их компакты. Компакты у них бездушные, бездарные, Zenfone. С косяками, перегревом. Но аналогов нет. Вот тоже. А кто еще делает компакты? А не кто? Все. И все. Вот ты ничего не попишешь, потому что аналогов тупо нет. Есть такое ощущение у меня, что там реальные люди. Может и нет. Мне кажется, он нормально зарубался. Вот. Так что RockFone мне очень понравился. И я купил еще кулер. Вот он мне уже в пути. Так что где-то через недельку, я думаю, еще погоняю с ним. 8 Pro же у меня обзора еще не было. И мы еще устроим стрим. Для того, чтобы посмотреть, как глючи-то перегревается у нас RockFone 8 Pro. Хотя опять же устройство, напоминаю, вы когда будете приобретать, если вдруг будете покупать игровые смарты, посмотрите на них именно объемы обзоров. То есть очень мало людей интересуются. Почему? Потому что мало людей покупает. Поэтому RockFone как раз добавили защиту от влаги, убрали рамки практически. Сейчас особо от плагманов внешне не отличить. Вот. Сильно. Внешне. Так что делайте выводы. Куда бежать? Надо в город бежать. Салют, Дед Мороз. Алексей Архипов, поздравляю вас. И вообще, игрокам... Ну, мне кажется, это одноразовая акция, когда ты какую-нибудь ZTN убил купишь, потом в ручке получишь Asus и поймешь, что все люди, которые тебя нагревали, они просто тебя опустили на лишний полтинник, ну ладно, там, на 15 тысяч рублей разница в стоимости, когда ты его купишь, и потом тяжело тебе будет продать. Так, ну, пока неплохо. Вот были проседания до 70, вот сейчас он проседает довольно так часто. Но сказать, что невозможно играть, я не скажу. Опять же, кто будет играть на Sony, вот прям, кто будет играть на Sony. И мой вот этот тест, он такой, из разряда, давайте посидим, пообщаемся. Не забываем прожать лайк. Rockwell 8 через пару дней придет, поздравляю вас. Игрю, это не идеальный смарт, но нет игровых идеальных смартфонов. Идеальный смартфон игровой, я сейчас вам покажу. Вы разливаете меня еще больше. Я думаю, вы догадываетесь, что я даже не буду показывать вам Resident Evil. Я вам сейчас покажу Devstanding, да? Хорошо. Devstanding норм. Хотите на мобиле в Devstanding поиграть? Вот он, вот он Devstanding. Ей. Я играл на компе. А, кстати, я как раз хочу погонять вот это вот дело с айфоном 15 Pro Max в Devstanding. Вы не против? Потом на стриме. Потому что мне игруха интересна. И пообщаемся. Про кого? А, Нил. Меня продвигают в чате. Крутяк. Нил, привет. У моего сына вчера был день рождения 11 лет. Вот. И теперь все. Он теперь мастер Роблокса. Сидит на стриме. Играет. Отличник. Отличник. В прямом смысле. Кто был отличником вообще в школе? У тебя не был отличником в школе. Так забавно. Когда твои дети отличники, а ты нет. И не был. И даже рядом там не был. Так, и геймпад только надо для чего всего этого дела. Геймпад просто нечего делать. Не понял. А разве у них есть поддержка геймпада? По-моему, в уроках уже нету его. Или есть? Нил, вот что за сарказм? Ты мне можешь позвонить. Такие дети пошли, видите? Подкалывают взрослых. Папа сорокалетний. Сидит на стриме. Ребенок приходит и подстебывает его. Дмитрий Градиенко. Так я переспрашиваю, разве они не отрубили поддержку геймпада в этом, в рокфонах, восьмых и восемь про? Скажите, вот обзорщик. Наив геймпад не покупал. Просто мне в комментах написали, что они отрубили поддержку геймпадов. Я знаю, что на кулере всего два этих осталось, два курка. И кому-то этого мало. Надо пулемет брать. Куда-то я здесь. А вот он. Нет, не здесь. Опа. Ёшки. Давай, возьми меня в команду. Не возьмёт он. О, возьмёт. Прикиньте. Я про давстендинг? А-а-а. Что без курков никак? Александр Суржау. У меня технически не монетизируют. Технически монетизация подключена, но денег нет. Это по какой причине? По-простой. Потому что если появятся деньги, вполне возможно будут. Хотя там технически деньги-то не от Ютуба на монетизации, а от Гугла. Вот. Что он уже забрал всё? Да, он всё забрал. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Ну ладно, я хотя бы играю. Не скажу, что у меня претензии по съёмке. Кстати. В принципе, всё достойно. По игре. Пока никаких сильных претензий у меня к нему нет. С-23 ультра через несколько дней купить, но вы кружками байтите на С-24. Я не понимаю, каким образом я вас байтю кружками. Потому что, ну, как бы решайте, что что вам нравится, то и приобретайте. Просто С-24 ультра чуть-чуть позже будет дешевле. А там особо, вот опять же, С-23, С-22 и С-24 ультра. Они очень похожи. Единственное матовое покрытие экрана, у С-24 ультра, конечно, подкупает конкретно антибликовое. Ну и по большому счёту всё. Ну и да, я его взял не на Exynos, а на Snape. Он, кстати, есть на Exynos, нет? Всё, подлагивание лютой пошли. 30 фпс. 52 фпс. Перегрев. Перегрев. И это перегрев у нас на 30-й минуте. Ну, полчаса можно отыграть, видите? 70 фпс. 65. У меня ощущение, что он ещё сбросил яркость. Но опять же, я ещё попробую поснимать. Обзор одним кадром постараюсь сделать. Плюс посмотрю, сколько он непрерывно может снимать. В 4к 60 фпс не буду 120 врубать. Морозилку не буду запихивать. Его жалко. Так, и в общем, что? Побежал я тогда. Да. Ох ты, ёшки. Ох ты, ёшки. Ох ты, ёшки. Не зря я всё-таки целился. Ладно, поднимай. А в восемнадцатом году последний раз обновлялся. Ну и тоже неплохо. Не забывайте прожать лайк за труды. Всем огромное спасибо, что пришли. И ещё раз, сын с прошедшим, хотя я тебя и так слышал. Роблокс, как тебе? Десятки хватило? Ну, детям донаты только на всякие игрухи кидать и всё. Опа. Да что ж такое-то, а? Да. Где он? Один чёрт туда не убежать. С лихвой. Хорошо. Не забываем прожать лайк. Максимально хорошее фото на андроиде. Их очень много. И все снимают очень даже достойно. Так. Десять человек живых. Это прям очень много. Это прям мега много. Не знаю, где здесь прятаться. Ага. Там кого-то сняли уже. Так, вижу. Так. Опа. Хорошо. Успел. 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 Пока не за что. Всё уже. Всё. Три-шесть живых. Это очень мало. Так. Я думаю, мы будем заканчивать этот банкет. Но сейчас он добьют меня. Всё. И... Четвёртую. Ну ладно. Тоже неплохо. Тоже неплохо. Если говорить про яркость, он его не сбросил. Фризы начались. То есть полчаса это предел для того, чтобы можно было играть подобного рода устройства. Жарко ли 42 градуса после 15 минут рукам? Да. Если говорить про яркость, да. Сбросил он. Яркость 400 люксов. Но опять же, Nokia. Окей. То есть 500, сейчас уже стало. Некритично. Можно округлять до пяти сотен. Температура 43. Жестко. 79% было 92. 13% 26% в час. В принципе, неплохо. Если у кого-то остались вопросы про данное устройство, можете сейчас их задать. Или молчать навсегда. Или замолчать навсегда. Шучу. По поводу... Почему не включается? Все. Я думаю... Тун-тун-тун. Меняйки. Пока. X3 Pro. На пока X6 Pro. Похилий. Вы можете писать в чате на английском и на русском. К сожалению, я других языков не понимаю. То есть на английском легко. На русском легко. Я подозреваю, что вы хотите на X6 Pro X3 Pro поменять. Вы не получите прям вау-эффекта, но получите хороший эффект. Нас пользователи интересуют, что там компании думают. Просто софнутым экраном внеистово разряжают батарейку. И так раз в три дня. Стока уложится. Правда, никогда больше 35 тысяч на смарт не тратила. Из-за этого и хочется, чтобы было максимально хорошо и надолго. Вот смотри. Бери просто флагман самсунговский. Все. Или яблоко 15 Pro. 80 с копейками. Как фонарик работает? Давай посмотрим. Вот. Довольно такой слабенький фонарик. Потому что я сейчас тебе покажу, допустим, на ультре. На ультре я не знаю, какой мне просто интересно. Кстати, какой на ультре он стал. Но... Кстати, о фонарике можно люксометром измерять. Дай ему кирдык будет, мне кажется. Если фонарик измерить. Ну, в общем, очень яркий на самсунге, прям слепит. И комфортный на Sony, не слепит. Напоминаю, что у Sony есть магическая кнопка, вот эта, которая включает камеру. Датчик сканер, ага, прикиньте. Она отказывалась работать. Почему? Вот, надо нажимать было сильнее. И задерживать. Сканер отпечатка пальцев, кнопки питания. Неплохо. Люфта нет. Вообще собран на девайс хорошо. То есть, как эти игрушки антистресса, дорогие. Еще что-то. Классная штука. На Sony всегда фонарь плохой был. Ну, вот еще один минус, скажем так. После S24 ульта у меня теперь глаза болят. Я зайчика поймала, как при сварке. Забавно. Кстати, я стал iPhone 15 Pro Max носить без чехла. Если разобью, наверное, куплю iPhone 15 Pro. Достала уже 15 Pro Max. А у Sony фонарик туслый, вспышка яркая. Хорошо. А еще есть направленный микрофон. Японцы по сборке могут. Да, мне материалы очень нравятся. И тактильный он прям. То есть, ты когда эту штуку получаешь в руки, да. Да, вот. Да, они вот прям делают. Ну, классно. И это не NLP. Это вот ты в магазине. Сходите, потрогайте. Очень классно. Очень-очень классно. Почему флагманы так не делают? Ну, потому что надо что-то придумывать, чтобы продавать штуки дороже. Загорелся купить на Алике ОПА7 Ультра. Но цена пока немного кусается. Он действительно, по вашему мнению, стоит того, чтобы купить ОПА ИК-6 ПРО. А бы мой обзор смотрели? Если бы мой обзор смотрели, вас бы отпали вопросы. Что мне больше понравилось по цене и качеству однозначно ОПА ИК-6 ПРО. Потому что телевик второй перископ на ИК-6, вот эта вот вся тема с этими портретами. ИК-3 для портрета за глаза. ИК-6 нет. Ну, вообще никак, никак, никаким местом не топовое. Скачивайте исходники, говорю, смотрите сами относительно тех функций, которые вам необходимы. Понятно, им надо что-то было продать. Я бы на их месте продал бы лучший экран, не знаю. Я бы меньший вес, еще что-то. Они решили два перископных сделать телевика. Ну, окей. Ну, окей. Китайщина там будет с оповещениями на ООДе будут, может быть, проблемы. То есть, это такая специфическая штука. Дмитрий Герландец, Герландец, ты не ушел от нас? Странно, что не хватает сделать. Сонька может. Ну, видите, опять же, Сони с Яблоком были близки вначале. И они смотрят, что им может дать больше выхлопа. А как-то Самсунг повалишь. Я говорю, все зависит от продаж. И все эти маркетинговые штуки по поводу того, что кто-то что-то покупает десятками тысяч. А сколько этих яблок? Сколько этих дешевых Самсунгов на рынке? Людей сколько используют? Ушли опа от концепции крутого дизайна, как в X5 Pro. На вкус и цвет, понимаешь, X6 Pro мне нравился. Но когда я увидел X7 Ultra X7 такой же, хочется же, хотел кто-то в чем? В том, чтобы стало все лучше, дешевле и интереснее. Вот. Да, и у опа такая вот опа, что если ты купишь Самсунг, Самсунгевские часики топ. Если ты купишь яблоко, Apple Watch топ. Если ты купишь Xiaomi, всякие Redmi Watch, активы, то же самое. Huawei то же самое. А когда ты в оповский смарт упрешься, ну там часы, они на глобалке есть, если они на глобалке есть, их за космические деньги китайские ты покупал. Вот. Смотреть потом на лица смысл. Ну кому-то нужны. Толик, как тебе твоя девушка или твоя супруга разрешит девушек фотографировать и где-то там будешь это хранить? Ну где это такая маркетинг, маркетинг, я люблю маркетинг, то есть они молодцы, они и так уже вот эти вот линии смартфонов, они же меньше и меньше становятся. В ушах-то особо нового ничего не придумаешь, кроме ухода в аудиофилию какую-то, правильно, в часах, да, там можно химичить. Ну что, они придумали кислород, ППГ хорошо стало считать, гироскопы, GPS, eSIM. Ну и дальше это все по идее должно становиться дешевле, автономнее, но пока мы этого не видим, правильно? Так же как со смартами. А со смартами хотелось бы высокой плотности пикселей и длительного времени автономно работаю. Только фотографировать разрешит? Ну я думаю, что будут все равно потом проблемы довольно большие. Дмитрий, не они часы свои новые не выпускали на Global, что 3 Pro, что 4 Pro. Дмитрий Гордиенко, ну вот она и магия электронов. То есть смысл, ты упираешься в такое количество ограничений, что опа, что прям опа, получается, правильно? Наше время флагманам нужны цены меньше, оборот лучше больше будет, а народу хорошо, и им. Ну им виднее, скажу так. Но повторяюсь, если вы будете рассматривать флагманы, пожалуйста, не смотрите на третий эшелон или идите, смотрите рекламные обзоры на этот третий эшелон из разряда ZTE и всего остального. Я их очень люблю, и Meizu, а даже люблю, потому что иначе на что бы я делал столько контента. Но и я рад, что я могу юзать это, а азусом минус еще, кстати, огромный за то, что 8 Pro это тоже становится восьмерка. Ну то есть оперативки докинули, дизайн допилину, дизайн, кстати, если говорить про кайфушку, ты берешь. Я думал, вот когда 8 Pro, а-а-а, ничего же себя не тыльную крышку сделали, потом такой, Sony, ну вот Sony топ. Вот просто стырили бы у них дизайн, материалы все, вот просто бы взяли и стырили в наглую, вот просто в наглую, скопировали бы и все, как яблоки копируют в чем-то. Но нет, они пошли своим путем, ну окей. Вот. Когда выйдут новые антирайд, к ним вопросы. Так что в целом, я не скажу, что рынок стагнирует, но смартфон это самое интересное. К сожалению, по процессорам, по дешевым, с Хелли и всем остальным, проблемы. Я считаю, что проблема то, что все хотят выкрученные фотографии, селфи и все остальное улучшалки. И все, и все. В целом мы с вами с Sony разобрались. Ну, изначально мы с вами знали, что это оверпрайс. Сейчас мы знаем, что это оверпрайс, который очень сильно ест батарею, но способен 30 минут играть. По поводу съемки, я сейчас, кстати, ну не сейчас, я положу его и расскажу потом в ролике, как долго он способен снимать непрерывно, сколько весил файл. Очень круто, что здесь можно карту памяти запихать. Очень круто, что симку можно менять просто ногтем в прямом смысле. Очень круто, что есть миниджек. Классно, что здесь есть классное стерео, мне понравилось Vibro. То есть смартфон есть за что хвалить, но нет стоимости, за которую бы я мог его посоветовать. В принципе, то есть неважно за сколько вы его будете брать, даже OPPO Find X7 обзор уже на которой на канале за 50 тысяч рублей будет снимать лучше. Он не будет снимать в 4К 120 фпс, но он будет снимать по мне лучше. И сравнивать я его ничем не буду. Хотя я, по-моему, уже сравниваю, посмотрю, может быть с айфоном. Вот, разочарования нет. Есть, была надежда, что он с камерами у Sony что-то сделает по-своему. Если вы смотрите, я его фанат, напишите мне, что в нем, чем он способен с Sony камерой лучше отрабатывать. Можете я его оставлю себе. По поводу Тимур фото и видео про Sony, вы, если не хотите ждать моего обзора, обязательно просто зайдите в мою личную телегу и посмотрите исходники. Вот. Рамзе, спасибо большое. Меня даже устроит, если здесь больше 90% хейтеров и остальные 10 продавцов. Главное, что мы встречаемся и меняемся мнениями. А еще плюс то, что у нас с вами остается пруф в онлайне. И пока у меня заряженность на то, чтобы так и делать. Потом, может быть, делать в онлайне, если не топы, то всякие стримы по распродажам, если они будут. Консультации, так же, как на основном канале когда-то были, по покупке наушников, часов и всего остального. Но и розыгрыша. Я говорю, мы с упаковкой, может быть, разыграем какой-нибудь большой смарт. А если бы Sony за 20 тысяч был, рекомендовал бы? Конечно, да. Конечно, да. Но Snap 2? Ну, 25. Давай с 25. Зачем 20? Snap 2? 25-30 тысяч. Вот этот смартфон, да даже не 34к 60 FPS у него есть. Материалы топовые. Я бы даже за 40 его мог рекомендовать. Смотри как. 40 мог бы. Корявые полу, вот это вот все, но 40 легко. 120 Гц, динамики, даже 45, даже 50, потому что раз это Sony, 2 миниджек, карта памяти можно запихивать. 120 Гц, звук, стерео, то есть вот полтинник, легко, легко. Полтинник, классный ценник за него, за 1V. Ну, а дороже нет. Так что, Тошек, то есть 30 тысяч, это сейчас вот просто переплата за непонятно что. У него нет каких-то особых функций. Сид, я люблю такие вопросы, какой смарт лучше, Sony или Samsung, тот, который вы никогда не купите, или купите следующий, вот тот лучше. Дмитрий Герланец, ну, это, мне кажется, у нас уже пошла молодая аудитория. Я чувствую, что скоро у нас будет много молодой аудитории, которую будем просвещать. Надо отключить сарказм, перестать выделываться и начать заниматься просвещением. Цена у официалов в Европе 1200 евро. Дмитрий, ну, в России он стоит 80. Это... 800 евро. Что по зарядке, ладно, сейчас скажу. Кстати, по поводу беспроводной, не знаю, даже не смотрел. Игрю я в стрим для того, чтобы мы вместе разобрались. Сейчас 20, он за 100% на 100% и 30 минут на за 38. Никифор. Ну, зарядки у него в комплекте нет, как кабеля. 4К 120 фпс, добавляем в ценности, не фотограф однозначно. Но... Так я же поэтому и сказал, 50. То есть, несмотря на то, что у него сенсор, по мне, не самый лучший за эти деньги. Даже за 50. Несмотря на то, что у него не лучший экран, здесь же не LTPO. Ну, давайте вы не будете меня заводить под агрессию, как раз с зарядками. И вот всем этим... Я не хочу его хейтить. Я его и так захейтил, я его не советую. Были Redmi, купи лайку и рад. Много плюсов. Эндрилайф. Это хорошо. Я очень рад, что... Если мы, тем более, с нашим комьюнити приложили руку к тому, что вы получили устройство, которое вас больше радует, я рад в 10 тысяч раз больше. А еще, даже если не мы приложили руку, я рад, что теперь у нас есть единомышленники. Потому что цена-тира, стоимость, качество. Может, оно и хорошо, что айкушек нет в глобалке. У них зато цены адекватные. Вот. Когда-то у Рилме тоже была адекватная политика, пока их офисы, вот эти русские и т.д. и т.п. не испортили. Но потом у них понеслось. Когда Q3, Q5, помните, был? Sony не такая печка. 30 минут мы ситх отыграли. Rock Phone сколько FPS средний в Fortnite? Евген, мы не гоняли в Fortnite. Вы можете посмотреть стрим на канале. Несколько игр мы гоняли. И все. Приходите на 8 Pro. Ну, а не буду в Fortnite играть. Мне он не нравится. Именно вы. По обзору нет восьмого. Что брать за 30? Icon EO 9. Ну, мне кажется, за 30 его тяжело уже найти. Все. Всем огромное спасибо, что пришли. Девайсу от меня. Неоднозначная, да, как девайсу в отрыве от ценника очень-очень в отрыве. Потому что, наверное, последний, как бы, такой момент, который меня расстроил. Я думаю, большинство из тех, кто был на стриме, это то, что данный смартфон, к сожалению, сбросил яркость. И значит, на солнце он вам будет через полторы минуты говорить, друг, у меня, в общем, для тебя плохая новость. Я сбросил до 400 люксов и пошел-то в топку. Вообще, забудь, сколько я стою. И данная информация, она, во-первых, разнится с тем, что у меня было изначально. Значит, люди не особо проверяли. Либо у меня опять брак. Вдвойне расстроен. Ну, вы поняли. Я привык к тому, что у меня брак все. Никифор, да, скорее всего, но не на старте. Боже, даже на старте продаж. Я посмотрю на просмотры. Если он наберет хотя бы 20 тысяч просмотров, как ОПФ. Вот смотрите, я делал, допустим, обзор на ОПФ индекс 7, и я сатанил его делать. То есть, просто вот, я вот, ну, я, во-первых, на нем в каком-то смысле потренировался. Там я игровой режим рассказал. И еще что-то. Но у него 12 тысяч просмотров. Это меньше, чем у свистка. Ну, то есть, как бы, он вообще никому не нужен. Если Sony наберет так же где-то 12 тысяч просмотров, наверное, все-таки нет. Но я не уверен. Потому что у меня три горячих Redmi на руках, два горячих Samsung и Asus ROG Phone 8 Pro, который мне интереснее, чем Sony. Понимаете? И то, что я его сейчас запихиваю в... Вообще, в принципе, в свою повестку, ну, это уже хорошо. Это для меня шаг какой-то вперед, когда мне говорят, там, ты, Sony, не купишь. Я теперь понимаю, почему я не куплю, потому что я не вижу его уникальности. Я надеялся увидеть его уникальность. Повторяюсь в том, что он будет у меня вот с этим делом работать как-то особо. И оставить его как видоискатель, еще что-то, еще что-то. Но нет, соля-ви, как говорится. Нил, спокойной ночи. Огромное спасибо, сын, что зашел. Universal, спасибо, что с нами побыл и последил за всем. Андрей Хитрюк, вам огромное спасибо. Тошек, не фотограф. Не про Sony. Отличное было бы видео про вашу жизнь. Она у меня перед вами вся в роликах. Ну, то есть, 90% моей жизни, вы видите, у меня контент через день с марта. Там под съемку этого видео, их же я делаю. Вот, может быть, когда-нибудь что-нибудь расскажу на миллион. Но у меня уже был уже стрим. А я мне. Апоссум тоже счастливый. Я не думал, что ты досидишь. Влад, Евген, Дмитрий, Толик, Константин, Ика, Александр Феникс, Рамзес, Роман Самойлов, Альберт, Дмитрий Гордиенко. Особо счастливо. Особо счастливо. Особо спасибо, что зашел. Александр Иванов и добрый, добрый, кто-то там. Жужу, счастливо тоже. Ты вообще пиксель фан. Apple Музыка, тоже спокойной ночи. Всем огромное спасибо, что зашли. Девайсу, повторяюсь в отрыве от ценника, однозначно, да. Подписывайтесь на телеграм-канал, скидок взаимопомощи. Мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. В личном телеграм-канале вы сможете уже скачать исходники. И Артем Черстовский, Катавася, Никифор. Всем здоровья, счастья, благополучия. Увидимся, я думаю, послезавтра. Будем гонять С-24. Гонять С-24? Напишите в комментариях.